10 февраля 2021 год это день окончания над работой тайной вечери ура ура наконец-то уже есть правда еще рамочку не купили и так светочка вышла работу которая называется тайная вечеря на ней изображено 12 апостолов и иисус христос время вернее даты создания этой фрески 1495 1498 год то есть три года у леонардо да винчи заняла время создания у моей светочки чуть больше месяца да именно так нитки которыми была вышита работа это dmc ткань на которой непосредственно вышивали покупали на выставке рукодели она такая вот с блестинка идет схема была разработана в журнале ну и теперь непосредственно необходимо наверное указать всех участников этой картины идем получается слева направо первый это варфоломей в голубой одежде с зеленоватым шарфом дальше идет иаков он в красном андрей с поднятыми руками тоже с зеленым шарфом иуда искариот который в руках держит кошелек с тридцатью серебреньками иуда опять же тоже с зеленой накидкой с ножом в руке это именно нож петр который готов защитить иисуса христа тот момент когда иисус сказал что один из вас меня предаст и в принципе это момент когда слова были произнесены и у каждого из участников апостолов последователей учеников но вот свое выражение лица и отношения к происходящему отвлекся я немножко итак это был петр иоанн с прикрытыми глазами непосредственно иисус христос кстати обратите внимание что он указывает помимо того что рассказал о предстоящем предательстве о том что в стакане с вином это есть кровь его а хлеба которые будут они все вкушать это непосредственно тело иисуса христа идем дальше апостолы с поднятым вверх пальцем получается фома иакоб филипп в красном матфей и вот они два апостола которые общаются друг с другом это фаддей и и симеон кстати по утверждению моей светочки создание образа симеона то есть его вышивка далась быстрее всего и проще и прям чуть ли не какое-то тепло в руки отдавалось работа спорилась хорошо они вышивали совместную эту работу с нашим котиком мейн куном алмазом он был не сменяемым компаньоном тут 35 цветов и сколько это там бленда светочка назвала эту работу отдыхалочкой в той части то что создание непосредственно самой скатерти вот ну было достаточно быстрым ну и не очень интересным а сам уровень сложности вышивки достаточно высокий тут большое количество бэков что и обусловлено выражением лиц для того чтобы можно было это все дело продемонстрировать кстати фреска дошла до наших дней территориально она находится в Милане в трапезной грубо говоря в столовой где питались монахи и в принципе создание этой фрески можно отождествить с временем открытия Америки со стороны Кристофора Колумба Колумб в 1492 а это 1495 начали в 98 закончили поэтому можно грубо сказать что столько сколько мы знаем и слышим про Америку вот ровно столько же мы знаем и про эту фреску очень есть много всевозможных утверждений легенд по поводу создания этой фрески и одна из легенд гласит следующее что по истечению практически трех лет фреска уже практически была создана полностью и оставались небольшие детали и создание именно образа самого Иуды на Иуду Леонардо не мог найти подходящего натурщика вот и в один из вечеров прогуливаясь Леонардо да Винчи увидел в канаве пьяницу вот и в принципе лицо понравилось и Леонардо предложил сотрудничество когда образ Иуды уже практически был выполнен натурщик признался о том что фреска работает ему знакома и о том что именно Леонардо написал с натуры этого пьяницы лицо непосредственно Иисуса Христа однако в то время когда описался образ Иисуса Христа вот этот пьяница был законопослушным мужчиной он пел в церковном хоре и чувствовал себя очень и очень хорошо однако спустя три года удался во все тяжкие пошел по наклонной пошел по наклонной да мораль сей басни такова в то что ну как мне кажется в каждом из нас живет добро и зло и в принципе любой из нас не застрахован от неверного шага самое важное вовремя опомниться сделать выводы и исправиться кстати по поводу исправиться Иуда же тоже в принципе раскаялся и 30 серебряниками ему не суждено было воспользоваться однако поздно было уже что-то менять и к сожалению бывают ошибки которые исправить очень и очень сложно ну не будем о грустном итак работа Светочки понравилась она воплотила ее в жизнь будем скоро заказывать уже рамочку для того чтобы Тайная вечеря заняла свое достойное место на одной из стен в нашем доме и кстати это уже не первая Тайная вечеря над которой мы сообща работаем вот у нас есть еще пазл который мы собирали тоже называется Тайная вечеря итак всем желающим создать этот шедевр самостоятельно желаем успехов легких ровных и быстрых крестиков не переживайте дерзайте все получится схема достаточно проста к пониманию вот и все будет чук найс и very well итак ролик мы записываем в день окончания создания этой схемы хотя нет вчера мы вышли короче сегодня 10 февраля 2021 года спасибо за подробный рассказ увлекательный кстати сегодня мы уже ждем нитки к новой схеме винодел я надеюсь что Светочка в обозримой перспективе порадует новой работой сага закружена схема приобретена нитки иголки станок растяжки нервы короче все уже на пределе многоцветку да сейчас практически весь ютуб с ума сошел от многоцветок и я не хочу отставать правильно да на 7 разрешите раскланяться всего доброго да да да